Плохая новость вам принесся, товарищи. Согласно последнему опубликованному рейтингу украинских миллиардеров в журнале Forbes, украинские миллиардеры очень сильно обеднели. Где-то 50% потеряли активы. Это не шутка. Это действительно проблема. Я понимаю, что у нас олигархи, это плохо, ужасно и так дальше. Давайте посмотрим такую вещь, кто вам платит зарплату. Причем слово «все» – олигархи. Ну, может, не напрямую, но вы зависите от олигархов. Поэтому причините плохо олигархам, плохо украинцам. Хорошо олигархам – хорошо украинцам. Прямая зависимость. Не верите? Пожалуйста. Ну, запросто вариант. Вы работаете на крупном предприятии. Кому она отлежит? Олигарху. Зарплата ваша от чего зависит? Вот олигархи. Все замечательно. Бизнес олигархи развивается нормально. Вам премии, надбавки, рост зарплаты. Есть? Да не рассказывайте. Происходно помню. В 2012 и 2011 очень хорошо. Заростоплаты росли на отдельно крупных предприятиях наших олигархов, которых мы сейчас ругаем. Ругать можно сроковывать. Да, олигарх будет всегда богаче вас. Это факт. Не надо в этих разговорах, что он яхту свою вам отдаст. Не отдаст. Но зарплату платят. А сейчас да. Соответственно, активы теряются. Какие надбавки? Какие премии? Он сказал, что он зарплату платит. Если еще платят, то же будут быть долги. А если завод встал? Что? Все. Нет олигарха, нет завода. Даже если олигарх в заводе не работает, что? Зарплаты нет. И сколько бы вы забор не перекрашивали, друзья мои, зарплата не появится. Это до олигарха зависит. Почему еще до олигарха? Понимаете? Ну вот, к примеру, металл. Вы что думаете? Произвести металл самое сложное. Продать сложно. Никогда не подумали, как договориться, чтобы продать, чтобы выгодно, чтобы купили, чтобы много. Вы что думаете? Там, вы пришли с вагоном металла, купили. Не мечтайте. Конкурентов никто не любит, ни у нас, ни там. И так понятно. Вы работаете на крупном предприятии. Получается по олигарх. Смотрим дальше. Итак, вы не работаете. Вы редиски торгуете. Все замечательно. Да яшну, яшну. Понимаете? Ваша редиска может быть просто объедение. Ну, такой вкусный редиск никто никогда не ел. Все замечательно. А покупатели, где вы будете брать? И вот здесь опять ситуация. Хорошо, если рядом у вас завод, который принадлежит олигарху. Где работают рабочие, работники. Которые получают зарплату от олигарха. Которые приходят к вам на базар и покупают вашу редиску. Не будет завода или завод, не дай Боже, остановится. Что будет? Ваша редиска будет, но денег не будет. И пускай вы сколько не рассказывали, что она самая лучшая. Покупателей нет. Соответственно, дохода нет. А почему нет покупателей? Нету зарплаты на крупном предприятии. А почему? Потому что у олигарха проблемы. Вот прямая зависимость. Усложняем задачу. Некоторые люди говорят, я вообще, да я, моя компания. Чем вы занимаетесь? Ну, давайте мебель делаете. Да я, где олигарх? А покупатели где ваши? Где ваши покупатели? Опять же. Или человек работает на крупном предприятии. Получает зарплату. Покупает вашу мебель. Нету зарплаты, нету вашей продажи мебели. И не фантазируйте, что вы ее... У нас будет замечательно, что дальше, как продать. Еще оснащаем задачу. Вы продали не работников, которые работают на предприятии, а работников, которые работают на другом предприятии. А теперь смотрим цепочку. Что значит производство на цепочках? Все очень просто. Минтресска зовут. Ему нужно, к примеру, там, не знаю, поддом. Нужны? Ну, может, не нужны, не знаю, ну, условно. Оснастка. Вечная тема. Нужны? Нужны? Пожалуйста. Вот делает средний, это были малые средние предприятия. Правильно делает. А делает для кого? Для крупного. Сделал заказ, получил деньги, заплатил зарплату своим работникам. Свои работники пришли, купили у вас мебель. А если нету заказов? Нету заказов. Средние предприятия исчезли. Ну, оно как бы есть. Заказов нет. Для кого делать оснастку? Для кого делать поддоны? Просто так? На воздух? Нет. Вот это проблема. Ну, тоже не тайна, что, в принципе, каждый... Это мало-средний бизнес, хотя щеки надувает, но мечтает дорваться, чтобы получить заказ от крупного предприятия. Крупного предприятия это замечательно. Это так, 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 так. Это классно. Потому что, если заказы от маленького предприятия, маленькие, тут могут не заплатить, объемы маленькие, бывает вообще не то, не сё. Ну, а вот если вы прососались с крупным, ну, почему всегда, если крупные предприятия, большое количество малых, средних, полу ругаются, скандалят, выталкивают, да, вы это на него. Потому что все хотят, все хотят, все понимают, так вот, наверное. А если предприятие не работает, или работает чверть мощь, всё, большое количество малых, средних предприятий вообще не надо. Не надо, зарплата и то, что... Еще осложняем задачу. Вы учитель. Где вы берете? Ну, формально, где он платит с бюджетом? Правильно? А бюджет где берет денежку? Ну, как? Ну, ладно, не берем ту часть, когда просто печатается миссия. Вот где он берет вообще их поплатно? Налоги. А кто у нас платит налоги? Крупный бизнес. Не, можете сколько хоть надавать щеки, рассказывать, официально статистка, официально я. За весь 2014 год упрощенцы заплатили налогу 6,7 миллиардов гривен. Миллиардов. Знаете, если вы его даже так поделите, то очень мало. Я понимаю, они маленькие, они платят мало. Нет вопросов. А кто заплатил много? Крупный бизнес. 72% всех налог, которые собираются в стране, это крупный бизнес. Но еще сразу объясняю, почему. НДС, НДС в основном платит кто? Крупный компания. Потому что маленькие, шух, 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 а платят крупный. Вот и получается. Налог на прибыль. Кто платит больше налога? Банки платят. А к кому банка лежит? Опять олигархов. Замок будет и круг, ребята. Поэтому еще не получается, что и налоги, кто платит крупный бизнес. Потом эти денежки ведут учителя. Учитель опять приходит, покупатель рисков. Не заплатили налоги. Что получилось? Плохо получилось. Или миссию печали для общества, долги по зарплате. Вот такая противоречие. Так что рвать олигархов может быть угодно. Но скажем так. Как только прийдет война олигархов. Как только доходы олигархов вырастут. Два. Доходы украинцев вырастут. Три. Такой продукт жизни. А все эти разговоры. Давай мы олигархов подели. Разорим. Ребята. Если не будет олигархов. Не будет ни зарплаты. Ни работы. Ничего не будет. Не те же те люди. Будет базар. Партер. И не будет ни покупателей, ни продавцов. Без олигархов вы знаете где? Вот я вам скажу. В Джибути. В Джибути олигархов нет. Ну можно еще привести примеры. В Урунте тоже нет. В Габоне тоже нет. Но я не думаю, что там люди нанять восторг. Потому что сказать, что там очень невероятно восторг. Да, там есть маленький средний бизнес. Густарный бизнес. Вот это там. Вот там 100% мало средний бизнес. Потому что постоянно наши кричат. Сделаем мало средний. Да мало средний без крупного существовать не может. В априори не может. Никому не нужен. Крупный нужен. Но крупный это все олигархи. Сколько бы вы не хотели, как бы вы не хотели, но рано или поздно это олигархи. Такие вот ситуации. Так что пожалеем наших олигархов. Ну можете не жалеть. Но если вы их не жалеете, они вас тоже не жалеют.